Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на симпозиуме «Духовное решение материальных проблем». Сегодня второй день. Вчера был замечательный эфир, в котором принимали участие Александр Геннадьевич Хакимов, Марина Замшарифовна Таргакова и многие другие прекрасные спикеры, эксперты. Речь шла о том, как решить семейные вопросы семейного кризиса, как наладить демографическую ситуацию. В общем, поднимались ряд проблем, связанных с семейной жизнью, с сохранением семьи, семейных традиций. И сегодня второй день, который плавно перетекает из первого дня. Мы сегодня хотим обсуждать тему здорового общества, здорового социума. Что это такое и какое наследие этот социум может и должен генерировать, сохранять и передавать дальше. Как это сделать, с помощью каких инструментов, как в наше непростое время огромных скоростей, управляемых ракет и людей, потерявших ориентиры, всё-таки сохранять эти ценности, как их передавать, как это передавать нашим детям, подрастающему поколению. Перед нами стоит такая серьёзная, одна из глобальных проблем. И так как мы здесь собрались для того, чтобы решать проблемы духовными методами, духовное решение материальных проблем, мы очень-очень нам повезло, мы очень удачливы, что сегодня здесь присутствуют такие прекрасные эксперты. Вообще слово симпозиум, знаете, переводится как пир или пиршество. И я надеюсь, что сегодня у нас будет такой пир смыслов, пир уникальных решений, потому что здесь люди и слова, и дело. И я сейчас представлю наших дорогих экспертов. Я буду их представлять по порядку, по которому они будут делиться своими мыслями, своим опытом, своими осознаниями. Прежде всего хочу, чтобы мы поприветствовали Ивана Владимира Чебатыкова. Он является ученым, кандидатом наук социологических. Я знаю, что Иван Владимирович сейчас пишет докторскую диссертацию и находится на острие современной науки, исследует как раз вопросы социума, его развития. И кроме этого, Иван является создателем замечательного стартапа «Осознанных знакомств» для людей, которые хотят найти себя как духовное существо, пореализовать на этом уровне себя и также найти соответствующую половинку для этого. Поэтому удивительный стартап. Может быть, Иван тоже что-то об этом сегодня расскажет. Это как раз на тему нашего дня. Также Ренат Расулыч Абдурахманов. Ренат, приветствуем вас. Ренат является преподавателем Института семейного индивидуального наставничества, воспитывает четырех сыновей. Я, кстати, не сказал, Иван, пять детей. Я или четверо, я четверо, четверо детей. Здорово. И Ренат много консультирует семейных пар и тоже размышляет на тему здорового общества. Спасибо, Ренат, что присоединились. И также наша дорогая, многоуважаемая Гульнара. Гульнара Аразбаевна Дегенбаева. Гульнара из Киргизии к нам присоединилась. Спасибо большое. Гульнара является рыцарем гуманной педагогики. Она в свое время усыновила, удочерила больше 150 детей и создала свой собственный детский дом. И дала этим детям, я сейчас тут даже прочитаю, дети 11 национальностей. Все ее называют мамой, все 157 детей. 95 из них получили высшее образование, 3 из них кандидата наук, 26 детей учатся в самых престижных вузах. И 48 внуков у нее. Также Гульнара пишет книги, является членом Союза писателей Киргизии. И также наш многоуважаемый Василий Рюрикович Тушкин. Тоже вас приветствуем. Василий Рюрикович, философ, исследователь и создатель легендарного курса. Лично я им зачитывался и зачитываюсь вашими статьями, видео. Василий Рюрикович, «Самое сокровенное знание» называется курс и огромное количество других материалов, связанных с изучением виридического наследия. наследия Востока как такового. И все эти знания помогают понять и себя, и понять научное обоснование существования Бога, души, то, чем занимается в том числе канал, на котором мы сейчас ведем этот эфир. И, конечно же, многоуважаемый Валерий Игнатьевич Долгополов, который является основателем, руководителем российской гуманитарной миссии «Пища жизни», которая тоже на острие проблем современного общества. Огромное количество бесплатных, розданных порций в самых разных горячих точках. Сейчас идет большая работа в Донбассе. Спасибо вам огромное, Валерий Игнатьевич, что вы нашли время присоединиться. Знаю вашу огромную загруженность, и было бы очень здорово, чтобы вы как раз тоже поделились всеми теми мыслями, чувствами, идеями, осознаниями, которые у вас есть. Кстати, хочу тоже сказать, что проект «Пища жизни» стал победителем премии «Мы вместе» в номинации «Герои среди нас». И правительство России отметило проект «Чтобы не было голодных». И много-много разных наград существует у проекта «Пища жизни». Вот такой у нас сегодня необычный состав спикеров. Еще раз приветствую вас, друзья, и хочу сразу передать слово Иван Владимирович вам. Пожалуйста, поделитесь, что вы хотите сказать всем нам на эту тему. Спасибо вам большое, Сергей Игнатьевич, за представление. Действительно, я сейчас пишу докторскую диссертацию, которая посвящена современному обществу. И современное общество, как определяю его я, и как определяют многие современные ученые, социологи, социальные антропологи, это общество потребления. То есть наше современное общество, это общество потребления, где, можно сказать, кульминации этого общества, кульминации потребления является, когда мы начинаем потреблять других людей как вещи, как предметы. И удивительным для меня является то, что на сейчас даже такие, казалось бы, сакральные, интимные отношения, как отношения между мужчиной и женщиной, они тоже стали своим родом товаром. Когда мужчины потребляют женщин, когда женщины потребляют мужчин, когда мы воспринимаем друг друга как предметы, предметы обихода или предметы быта, когда исчезает в отношениях, внутри взаимоотношений между людьми, человечность. То есть и проявляется вещественность, когда даже, казалось бы, те отношения, которые мы называем, и часто хотим, чтобы они были близкими, предстают в качестве средства обмена «ты мне, я тебе». И вот этот формат, он все больше захватывает, условно говоря, мир. И, казалось бы, за этим нет никакого просвета. Ну, то есть, ну, куда уж дальше, да? Куда уж дальше, когда просто люди воспринимаются как некие объекты, которыми можно манипулировать, которыми можно управлять, обмениваться. И вот такой вот, условно говоря, имперсональный подход. Вот это кульминация, это развитие, или, может, кульминация этого подхода, который проявляется в современном обществе. То есть, общество, оно в какой-то момент пошло по этому пути, по пути персонализации. И его одним из проявлений, такой вот максимум этого подхода, является то, что даже люди, казалось бы, близкие, муж и жена, да? Но их внутреннее содержание по отношению друг к другу – это эксплуатация. И эта эксплуатация создает, по сути, ну, как я вижу, огромное несчастье. То есть это, хотя мы стремимся, вот это интересно такая, да, как нитивное искажение у людей, хотя мы стремимся к счастью, стремимся к наполненности, к гармонии, к любви, мы идем по пути не персонализации, не по пути не открытия сердец и большего, что ли, глубинного отношения к друг другу, а по пути наоборот, по пути имперсонализации, по пути овеществления людей. И вчера, интересно, говорили о семье, и знаете, мне чего не хватило? И вот о том, что, говоря о семье, мы говорим о ней, как о свершившемся факте, о том, что мы о некой данности. Но упускается тот момент, что сама семья, она возможна, когда люди встретятся друг с другом. То есть сначала, по идее, должна произойти встреча людей, а потом уже семья. И как будто вот в этом обсуждении не хватало обсуждения этого первого шага. И на мой взгляд, семья, как достаточно сложное уравнение математическое, тогда и только тогда может быть успешное, когда в самом начале сделано все правильно. То есть нет ошибки, заложенные в самом начале. А в самом начале – это когда люди встречаются, когда люди знакомятся. И это является предопределяющей тому, что дальше будет с этим уравнением. Будет ли в конце, условно говоря, возможно написать равно и после равно счастье, что это счастливая семья, что все-таки в этом уравнении получилось достигнуть этого. И вот как раз на решение, не то чтобы это проблема, а на то, чтобы на самом деле, во-первых, привлечь к этому внимание, во-вторых, попробовать найти решение в самом начале, попробовать дать возможность людям не совершить ошибок в построении семьи и был направлен, и до сих пор был направлен и направлен наш стартап. То есть я являюсь его лидером, но не являюсь единственным участником или основателем этого проекта. Проект называется обучение знакомству, целью которого является как раз то, чтобы помочь людям не только и не столько найти свою половину и начать какие-то отношения, но больше, наверное, обучить людей правильно знакомиться, правильно вступать в отношения и научить вот этой науке взаимоотношений на самом начальном периоде, на этапе знакомства мужчин и женщин друг с другом. И тогда, на мой взгляд, есть шанс, что у нас будут появляться гармоничные, счастливые, красивые семьи, которые вот уже в самом начале значимых ошибок не допустят. Потому что, как правильно говорил Алексей вчера о том, что я как социолог подтверждаю эту информацию, 77% в среднем в мире разводов. То есть это не просто половина людей разводится, да? Можно сказать, меньше четверти сохраняют свой брак больше, чем на пять лет. Там идет статистика уменьшающаяся. То есть людей, которые женаты, да, женаты или находятся замужем больше десяти лет, еще меньше, двадцати лет, еще меньше, трясти, еще меньше. То есть эта статистика приводит о том, что в принципе больше девяносто процентов людей разводились или пережили развод в течение десяти лет. Что на самом деле неудивительно в плане того, что если общество, оно нас стимулирует к тому, чтобы мы потребляли друг друга и тогда соответственно моя жена может выглядеть как какой-то объект, который я могу поменять. Вот айфон, знаете, он вышел новый, пятнадцатый, и я свой десятый айфон поменял, потому что вышла более свежая жена, простите за такую грубую аналогию, то есть я увидел какого-то другого человека более молодого и вот я на новую версию соответственно перешел. И вот этот контекст помимо такого телефона, он же проникает в отношения людей и на борьбу с этим контекстом и направлен наш проект в итоге, потому что мы стремимся к тому, чтобы люди поступали правильно, то есть избегали ошибок в начале отношений. При том, что даже те, кто пережил развод, что интересно, не способны избежать этих ошибок, потому что первые их зачастую тоже некая статистика, первые их знакомства, первые их отношения уже содержали эти ошибки. Мы как люди часто делают, они их приумножают, новые отношения приносят те же самые ошибки. Поэтому в том числе наш проект направлен на то, чтобы таким прерыванием быть для продолжающей череды ошибок для людей. Вот, если коротко, наверное, то, что я хотел бы рассказать в тему нашего симпозиума. Спасибо большое, спасибо огромное. Очень такая ценная прям постановка проблемы, действительно, общество потребления, люди и вещи, да, и ты мне, я тебе, и вот это вот противопоставление человечности и вещественности, и как мы скатились до того, чтобы просто начать смотреть друг на друга как на товар, и так легко меняться, менять эти вещи, да, ну, действительно, это болезненная ситуация, и хорошее решение, которое вы предлагаете, это решение, ну, обучение с самого начала и преодоление ошибок, которые есть, именуемые на этом пути. Семья, действительно, это не что-то статичное, это такой процесс, и общество тоже постоянно меняется. Спасибо огромное, Иван Владимирович. Тогда передадим слово, Ренат, Ренат Расулыч, вам, пожалуйста. Всем добрый день, спасибо большое вам, Сергей Витальевич. Иван, вам спасибо, очень важную тему вы подняли по поводу потребления. Я помню, как Марина Замшариф сказала о том, что нам человека нужно обезличить для того, чтобы использовать. И личность, по сути, только я. То есть все остальные становятся ресурсом. И удивительно, что мы это настроение проявляем во всем. Мы только вернулись буквально вчера. Марина Замшарифна и команда организовывали родительский форум большой. И много говорили о теме воспитания детей. И обратили внимание, что даже то, о чем я прошу детей, направлено на меня. Я хочу, чтобы дети меня слушались, дети вели меня определенным образом, чтобы кто был удовлетворен в конце? Я. И удивительно, Вадим Тунеев, он такой пример привел, и мне он очень такой показательный. Он говорит, вот представьте, вы находитесь в комнате какой-то, и вот посмотрите вокруг, что вы видите? И все сказали, ну как, видим себя, и вокруг меня есть кто-то. Он сказал, а так может говорить только Господь. Есть Господь, и все остальные вокруг него находятся. Но мы все время мыслим вот этой категории, что я в центре, а все остальные вот как-то они должны вот подстроиться, чтобы я был счастлив, самое главное. Ведь тема вообще, которая семейной жизни, это же тема счастья в первую очередь. К нам, когда приходят, мы уже 10 лет занимаемся обучением пар семейных, и разные вопросы, какие только не слышали. Вот в Астане тоже приходили на консультации люди и задают все об одном, о счастье. А счастья-то нету. Вот они не знают, что с этим делать. И в Древнем Писании царей, в Бхагавадгите, в 5 главе 29 стихе там говорится о том, что у нас неправильная система координат. Просто я в центре. То есть я хочу быть контролирующим, я хочу быть наслаждающимся, я хочу быть благодетелем. И мы эти роли постоянно играем, и в семье мы эти роли постоянно играем. То есть жена говорит, ну посмотри, как вообще мне сложно живется, да, я вот все по дому делаю, а ты обо мне не забочишься. Муж приходит, говорит, да я вообще тебя обеспечиваю. То есть вот как говорит Марина Замшарифна, мы постоянно боремся в этом мире за место жертвы. То есть я себя ставлю в центр и борюсь за это место. Также еще мы ставим в центр своей жизни, например, мужа. Жена ставит мужа и потом его постоянно упрекает. За что? Ну за то, что он не соответствует идеалу. Или муж ставит жену, мы ставим детей. Так или иначе, мы все время ставим на пьедестал своей жизни работу, деньги, все, что я могу потреблять. И потом сами в этом же разочаровываемся. Потому что вот Марина Замшарифна, она говорит, что если в жизни много-много-много нулей и в конце единицы, самое главное, то тогда наша жизнь, она будет, ну в лучшем случае, единица, но больше похожа на ноль. Но если эту единицу поставить с самое начало, то тогда жизнь приобретает смысл. В одном писании, древнем очень тоже, Шимат-Багава, там удивительно, царь один, Парикшит, он когда, ну так сложилось, что по проклятию он должен был через семь дней оставить тело. И в этот момент он приходит в собрание мудрецов и он задает вопрос, какой мой прямой долг? То есть он просто убирает всю лишнюю жизнь и он говорит, а что я, чем я конкретно должен заниматься? И в другой части этого же произведения там как раз то, что касается нашей темы, очень удивительная мысль. Я ее зачитаю. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождений и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, ну и дальше там описывается матерью, полубогом. И удивительно, мы, когда к нам приходят и говорят, вот мы, ну вот семью создали, хотим детей пригласить, есть такой важный критерий. То есть для того, чтобы создавать семью, нужно понимать, а как своих подопечных, то есть как мужчине, свою жену, своих детей фактически сделать бессмертными. И многие входят в тупик в этот момент, что есть бессмертные. Но все же понимают, мы все равно уйдем из этого мира. Но вот все начинается со старшего в семье, об этом говорит Александр Геннадьевич, Марин Замшарифовна, что когда старший принимает ответственность за своих подопечных, он понимает, а что я сейчас для них должен сделать. Вот с этого и начинается культура семейной жизни. То есть, что значит бессмертие? Это самоопределение и самоотождествление. Как только старший сам понимает, кто я, что я есть душа, у меня есть тело, у меня есть все, что связано с этим телом, то тогда эту же культуру я могу начать приносить в семью. Но если я сам не понимаю, я же как слепой, то все остальные просто становятся объектом моего наслаждения, потому что тело все время хочет потреблять. То есть, вектор жизни направлен на потребление. Я утром встаю, мне нужно его помыть, накормить, на работу сводить, удовольствие ему какие-то дать. То есть, вектор все время направлен сюда. Это как Марина Замшарифовна говорит, мы идем в магазин с пакетами. Туда идем, берем, выходим с пакетами и домой заходим с пакетами всяких вкусностей, еды. А что мы, говорит, все время выносим? Что мы выносим из нашего дома? Ну, все понимают, думаю, здесь не надо раскрывать. То есть, эпоха такая у нас потребление, что мы хорошее все себе берем, а плохое все время выносим. А нам вектор нужно поменять. Вот с этого и начинается культура. И культура, она идет именно со старшего. В Астане Марина Замшарифовна был такой опыт, когда я только познакомился с ведическим знанием. Как раз вот Василий Рюрикович, это был курс «Ваш самые сокровенные знания». Именно с него впервые я услышал. И я, когда это все услышал, я почувствовал, что я просто какой-то могущественный стал. И я подумал, все, вот с этого дня в моем роду начнется нормальная жизнь. А вот все, кто до меня, это, знаете, ну вот какие-то они, ну вот какие-то не такие. Я помню, как я этот этап гордости потом проживал, но Марина Замшарифовна пример привела очень образной. Она сказала, вы представляете себе ветку, которая просто зависла в воздухе. И такая сама плоды стала себе давать. Вот просто в воздухе висит. Такого же не бывает. Ветка, она всегда соединяется со стволом, соединяется вот это все в большое дерево. И самое главное, что в этом во всем? Это она говорит корни. И вот нам надо понимать вот эти связи. Я, Александр Геннадьевич, он такую вещь потрясающую говорит, что мы, из-за того, что вот заметили, вот наше сознание все время пытается расщепить, оторвать даже то, что вот людям приносят в ресторане, например, какой-нибудь биштекс. И у людей нету понимания всего процесса, с чем это связано. То есть нам просто принесли на красивой тарелке, и мы этим спокойно можем пользоваться. Но если соединить весь этот процесс, то включится наш разум, и мы начнем понимать, что мы на самом деле в жизни делаем. И вот это наша оторванность, не понимание, с кем мы связаны, а связанное мы в конечном итоге с Господом, и в конечном, и в начальном итоге. Я не знаю, как правильно сказать, Господь есть начало и конец всего. И так как мы связаны с этим, то мы как единый организм. Это такое большое дерево, как единый организм. И мы тогда, понимая эти связи, и давая эту культуру, то есть вот культура идет от старшего, меняться нужно начинать старше. И так как в семье старший это муж, то ему нужно начать меняться первому. Это я про себя в первую очередь говорю. И тогда, когда мы понимаем связи, мы эти связи можем начать детям передавать. Например, если вот Александр Геннадьевич, он говорит, на столе лежит хлеб. И дети, я помню, мы когда купили дачу, приехали на дачу, они увидели помидоры на этом. Они были просто шокированы. Они говорят, это что мы говорим? Помидоры. Мы даже не представляли, что они так растут. А это перец, а это баклажан. И они просто были в шоке, потому что мы привыкли видеть все упакованное на полках супермаркета. Но если восстановить процесс, то есть мы говорим, что хлеб, хлеб, кто-то заработал деньги, чтобы его купить, купил в магазине. Магазин привезли, испекли, муку перемололи, вырастили. Чтобы выросли, должен пойти дождь. А чтобы был дождь, кто этим всем заведует? Полубоги. А полубогами кто? Сам Господь. И вот если дети научатся видеть вот эту всю красоту процесса, все, что есть в жизни, все, что окружает, именно красоту вот этого творения, как сегодня Марина Замшельфовна сказала, Господь творит, а мы думаем, что мы творим, но не творим, а вытворяем постоянно что-то. И вот постоянно из этого вытворения что-то происходит странное. И вот когда мы понимаем, что Господь творит, то тогда мы видим красоту. И вот если такой как итог подвести, то Александр Геннадьевич говорит, в этой жизни все важно, чтобы семья, это, он говорит, живая религия. Как вы сказали, Сергей Витальевич, что это движение, это динамика. Ре — это восстановить, лига — это связь. То есть, когда семейная жизнь становится способом восстановления связи, инструментом, да, я бы так сказал, в кавычках, восстановления связи с Господом, то тогда ее истинный смысл и предназначение выполняется. И начинается все, он говорит, с образования. Но первое образование, которое мы должны получить, это именно связать все с Господом, то есть, это с красотой связать. Потому что все, что остальное образование, которое мы получаем, оно дает могущество, вот как на моем примере. Но если нету чувствования красоты, то это могущество может человека повернуть совсем в неправильную сторону. Поэтому он говорит, сначала детям и самим нужно научиться видеть красивое, и уже потом тогда получать правильное образование. Ну вот, Сергей Витальевич, я остановлюсь на этом. Спасибо большое, Ренат. Спасибо огромное. Столько образов удивительных творить и вытворять. Действительно, вот та ценность, которую мы хотим сохранить и передать, это показать детям то, каким образом существуют эти божественные процессы, да, и как эти процессы влияют на наше состояние счастья. и при этом, если мы видим эти процессы в связи с Богом, то мы таким образом можем избежать обезличивания, да, обезличивания, которое приводит к эксплуатации и к такому, мягко говоря, неуважительному отношению к миру, к Богу, к взаимоотношениям. Спасибо огромное. Спасибо. И мы продолжаем. Наш другой замечательный эксперт Гульнара Разбаевна. Еще раз приветствую вас. Гульнар, мы с вами очень давно не виделись, последний раз на каком-то большом мероприятии вживую, пандемия всех раскидала. Сейчас, пожалуйста, поделитесь вашим опытом, что мы сохраняем, что такое здоровое общество и как нам передать детям вот эти ценности, как их сохранить. Пожалуйста, вам слово. не слышно звук, надо включить. У вас звук выключен, надо нажать кнопку включить микрофон. Ага. Есть, слышно? Приветствую. Слышно сейчас? Да, приветствую всех участников симпозиума. Благодарю вас за приглашение. Рада встрече с Сергеем Витальевичем и рада знакомства со всеми спикерами. тема очень актуальная и рада тому, что есть еще очень много людей сейчас подключается к тому, что на самом деле небезразлична судьба нашего человечества и мы ищем пути решения, как сохранить сердца людей, сердца человеков, стать человечными, скажем так. тема очень актуальна и все, что Иван, вы говорили о семье, вот и я, конечно, работаю с теми детьми, которые по тем или иным причинам вдруг выпали из гнезда и попыталась попыталась и пытаюсь до сих пор вытащить этих детей из того дна, в который они попали по причине того, что семья их не смогла сохранить и как бы это получается. И получается это так как мы создали вот такую человеческую общность, ну, создали такую человеческую общность, где мерилом человечности являются доброта и трудолюбие. Это очень хорошо поднимает наше культурное наследие, потому что мы внутри нашего дома, внутри нашей семьи, значит, через труд, через культуру, значит, почитание традиций наших, потому что у меня дети разных национальностей и поэтому и разных вероисповеданий, поэтому в нашей семье принято с уважением относиться к каждой религии, с уважением относиться к каждой национальности и то место, в котором мы сейчас проживаем, это Киргизия, Иссык-Куль, село Светлый Мыс, Акбулун называется, где в 13 веке жили христиане, братья армяне, потом позже в 19 веке православные христиане построили здесь монастырь и в этом монастыре проживали тоже дети, потом в 16 1916 году произошли у нас не очень хорошие события и этот монастырь был разрушен и я немножко хочу историю рассказать, потому что это наследие, наследие, которое мы сейчас пытаемся тоже каким-то образом сохранить. и вот в 16 году разрушили этот монастырь, но в 26 году оказывается мой родной дед возглавил здесь детский дом и спас очень много детей, но мы это уже узнали попозже, позже, потому что я сама выросла в детском доме, поэтому до этого я даже не знала историю своей семьи и когда я очутилась здесь каким-то образом, я думаю, что это был промысел Божий, что я здесь оказалась и оказалась не только я сама оказалась, а вот еще и детей привезла сюда и вот это стали продолжать вот это передающееся будущее как ценно и почитаемое, то есть мы собрали здесь детей и в 26 и в 1942 году здесь вновь возрождается детский дом, который возглавила Токтоган Алтыбасарова, она приняла здесь детей блокадного Ленинграда, были привезены 230 детей и она 160 детей в этом же бывшем Свято-Троицком монастыре, она их значит спасает здесь этих детишек в том доме, в котором мы сейчас проживаем и вот это вот значит то есть то, что здесь было создано прошлыми поколениями и передающимся в будущем это конечно очень ценно и почитаемо и мы сегодня тоже несем это вот следующим поколениям то культурное наследие как часть материальной духовной культуры и поэтому мы сейчас с детьми то есть мои дети уже выросли вот 95 детей получили образование высшее и вот как Ринат говорит что образование должно быть связано с Богом это на самом деле это мы практически это чувствуем это и идем по этому пути и поэтому я думаю что результаты очень хорошие результаты хорошие почему потому что из 157 детей не было ни одного привода в милицию я вот до сих пор еще не знаю кто из них курит вот и как Шалва Александрович Монашвили высказывает всегда говорит неправой жизни мы исцеляем любовью вот и вот эта любовь которая была заложена еще в те века в 13 веке там в 19 веке монахами которые несли вот эту божественную любовь то мы сейчас это на себе это чувствуем и хотим это сохранить и мы очень я вот допустим как ну как бы наследие это есть какое-то абстрактное такое понятие наследие там ну я если по людям то я считаю себя продолжателем продолжателем тех подвигов которые совершали я продолжатель после меня тоже мои дети будут продолжать вот по месту по которому мы живем это вот как раз те памятники и святыни которые мы храним ну конечно очень много хочется сказать очень много хочется рассказать потому что все это время все это накапливается накапливается и мы на сегодняшний день еще открыли союз женщин за традиционность ценности такую организацию куда сейчас стекаются все женщины которые хотят сохранить все эти ценности и вот конечно вы как спикеры в будущем я думаю здесь будет большой центр такой куда вы можете где будет площадка где об этом мы все вместе можем говорить рассказывать распространять мы я вот например как практик да я практик вот на практике учу детей трудиться учу детей ценить эти святыни учу детей быть с Богом учу детей чтобы они были человечными радовали и вот на самом деле и те дети которые оказались там на дне мы их вытащили мы показали другую другую модель где мы действительно любовью могли поднять этих детей они сейчас несут в общество только полезное что-то и из тех детей которых я воспитала 21 девушка вышла замуж 8 юношей женили мы у меня уже 40 сегодня кстати родился у меня 49 внук вот 49 внук родился у меня и все дети называют меня мамой бабушкой и по-киргизски и по-русски в общем такое счастье о котором вы сейчас говорите на самом деле это счастье счастье когда ты видишь результаты своих трудов что ты не просто так что-то сделал а вот у этих детей есть у этих детей есть бабушка вот у меня например не было бабушки не было дедушки и это такое счастье что я могу еще быть бабушка для кого-то вот может быть я выступаю как-то сумбурно я немножко волнуюсь может я выступаю сумбурно как-то все но я хочу передать вот именно то что нужно в семьях и то о чем вы говорите что какое счастье должно быть в семьях и это мой призыв семьям чтобы они как-то хранили свою в своей семье и своих детей потому что потому что дети все равно хотят быть со своей семьей они любят свою семью какая бы мама ни была какой бы папа ни был конечно мы здесь очень большую работу проводим мы взяли женщин с детьми многодетные семьи по нашему законодательству у них просто могут отнять детей и мы значит создали условия для того чтобы мамы вместе со своими детьми жили бабушки которые оказались на улице они тоже в нашей семье то есть мы создали такие вот искусственные такое вот человеческую общность где вот мы все вместе проживаем и все все счастливы представляете спасибо вам большое если вдруг уже время я могу спасибо огромное дорогая Гульнара вы прям действительно такая огромная любящая сердце матери когда вас слушаю всегда когда вас слушаю сложно слушать без слез спасибо огромное что вы делаете такое большое дело и спасибо за то что вы рассказали вот эту историю как раз сегодня же мы говорим о наследстве наследии и сейчас многие хотят накопить каких-то материальных ценностей передать их детям но по сути дела в итоге возникает что дети остаются без родителей они так погнались за счастьем что их счастье их бегство их вернее погоня за счастьем превратилась в бегство от страданий но вы как раз храните эту божественную любовь этих монахов всех этих людей и низкий поклон вам и вашим так сказать предшественникам и очень откликнулось то что вы говорите я я продолжатель я не просто хранитель но я и хочу продолжать я вспоминаю как вы рассказывали что дети в вашем доме занимаются и творчеством и вместе там выращивают фрукты овощи вместе закатывают их и так далее то есть вы создали такое удивительное не искусственное а настоящее человеческое общество и спасибо огромное за ваш пример и вот это то что нужно действительно хранить и передавать дальше давайте тогда пойдем дальше у нас следующий наш спикер многоуважаемый Василий Рюрикович вам слово всегда вас с большим интересом хочется услышать пожалуйста приветствую всех спасибо за приглашение наверное мне как-то немножко будет сложновато поделиться каким-то большим практическим опытом позитивным социальным потому что я не социальный деятель я по своей природе в общем-то больше прилагаю силы в сфере образования просветительского духовного образования поэтому я смогу только в данном формате поделиться некоторым концептуальным пониманием некоторых вещей я не до конца не совсем понимал честно говоря задачи что скрывается за этой тематикой социум и наследие и слушая предыдущих выступающих я увидел что здесь в основном тема семьи отношений я чуть-чуть немножко о других наверное аспектах скажу что существуют различные формы устройства общества которые мы наблюдаем в общем-то если изучаем историю и в современную эпоху в общем остались основные такие в большинстве случаев это конечно капиталистическая модель какое-то время назад социалистическая модель общества пыталась с ним конкурировать но результат мы знаем не очень тем не менее есть другие альтернативы и поскольку все-таки главный лейтмотив симпозиума это духовное решение материальных проблем то здесь очень важно привнести именно вот этот духовный компонент потому что независимо от того какое там будет социальное устройство капиталистическое ведение хозяйства или социалистическое какая форма собственности и в том и другом случае в принципе остается основная идея которую уже озвучили практически все это идея потребления идея эгоизма это правовое общество что я знаю свои права я знаю свои права никто не говорит об обязанности все знают что мне должны не что я должен а что мне должны это вот идея потребительства которая уже проходила пунктиром практически выступления всех участников, она, собственно говоря, и является той самой чревоточенной источником кризиса, который, собственно говоря, порождает эгоизм и идею потребления. Неважно, какого социалистического или коммунистического общества, это все потребители. Это все потребители. И потребление рождается из эго, и поэтому форма, внешняя форма хозяйства, она, по большому счету, не имеет большого значения. А большое значение имеет именно этот импульс, чего, собственно говоря, человек хочет от жизни, каковы его ценности, каковы его цели. И поэтому, если говорить именно о не каких-то там социальных преобразованиях, а именно о духовном решении реальных проблем, то мне видится, что это решение как раз лежит именно в сфере ценностей. То есть, что является для человека ценностью? Внешний мир, который я должен потреблять, так сказать, и так далее. Либо что-то есть другое. И вот в этом плане хорошая альтернатива, пожалуй, наверное, единственная альтернатива, которую я вижу, это вот эта концепция не эгоцентрического общества потребления, не правового общества, а общества богоцентрического. Общество, которое основано в первую очередь на исполнении обязанностей. то есть, потому что принцип таков. Люди говорят, вот мои права, мои права. Но если мы немножко сменим этот парадигму социальную, понимание, как должно быть устроено общество, то выясняется интересная вещь, что права одного это обязанности другого. Вот, то есть, люди начинают заявлять о правах по одной простой причине, что кто-то не выполняет своих обязанностей. Кто-то не выполняет свои обязанности, поэтому мои права ущемлены. Но, если от этой концепции потребления эгоцентризма мы переходим к другой модели, когда все люди, независимо от того, какая у них природа, какая у них форма деятельности и так далее, они участники деятельности в духе самоотдачи. Не потребления, а именно самоотдачи. То есть, человек потребляющий, человек дающий совершенно разные концепции. И они отталкиваются от понимания жизни. То есть, все формы деятельности мы действуем так, как мы понимаем жизнь, что является основой всего. И поэтому, когда мы говорим о духовном решении материальных проблем, то сначала нужно саму духовность определить. Духовность это не просто, что мы такие хорошие люди, все такие, как ангелы, все говорят друг другу «Здрасте, до свидания, спасибо, помогают друг другу». Это мораль. Мораль как-то такое материальное проявление духовности. А что такое духовность по своей сути? И многие это путают с религиозностью, допустим. Мы знаем, что есть некоторые культуры или цивилизации, которые пытаются тоже с этой богоцентрической моделью выступать. но это имеют странные формы. Допустим, мы слышали такие вещи, как, допустим, исламское государство или какие-то другие религиозные диктатуры. Страшные вещи сами по себе. Хотя им кажется, что это вроде как все такое божественное. Но результатом этого является мало что имеющаяся человечность культуры. Поэтому речь идет, когда мы говорим о богоцентрическом обществе, не о том, чтобы какую-то конкретную религию или какую-то конкретную конфессию поставить в центр, а выйти, потому что с одной стороны вроде как религия Бог, можно сказать, объединяет людей, но с другой стороны мы видим, что также и разъединяет. И религиозные войны могут вестись, конфликты цивилизации Восток и Запад и так далее. Одна религиозная модель, другая религиозная модель. Поэтому здесь важен именно общий знаменатель, вот эта универсальная духовность, не какая-то принадлежность к какой-то конкретной религиозной конфессии или группе, а именно универсальные эти принципы. И вот эта древневедическая цивилизация, которая до какой-то степени может быть не осталась в целостном виде, но вот эти угольки еще тлеют и до определенной степени это можно как-то возродить, если пойдет достаточное количество людей, которые принимают эти ценности и хотели бы именно их поставить в центр общества. То есть вот эта духовная или богоцентрическая ведическая цивилизация, она основана на можно сказать четырех вот таких краеугольных камнях. Это принципы милосердия, чистоты, умеренности или аскетизма еще называют и правдивости. То есть вот это универсальные вещи, которые вне зависимости от того, какой там религиозной группе или религии принадлежит человек, они являются можно сказать общим знаменателем. Вот. И это имеет двоякий эффект, потому что когда люди следуют этим принципам милосердия, чистота, определенная умеренность или аскетизм и правдивость, то это повышает качество жизни. Согласно этому учению ВЕТ, материальная жизнь может протекать в трех режимах. Режим невежества, режим страсти, режим благости. И это понятно, потому что невежество связано с тенденцией деградации, страсть связана с идеей бурного развития вширь, а благость связана с поддержанием гармонии с природой и постепенным развитием наверх, потому что это развитие сознания. И вот эти четыре краеугольных камня, или четыре принципа, по сути дела, имеют, как я сказал, двоякий эффект. С одной стороны, повышая качество самой жизни, вызывая, генерируя вот это свойство или качество, называют гуна благости, это в целом гармонизирует общество раз. Это такой, можно сказать, внешний, первый эффект. А второй, можно сказать, основной, немножко такой отсроченный и не сразу видимый эффект, это то, что люди, живущие в этом режиме благости, они все более и более склонны к духовному развитию. То есть фактически они, можно сказать, увеличивают свои шансы на светлое будущее. Светлое будущее в контексте, допустим, любая религиозная традиция, понятное дело, она может немножко по-разному понимает, но в общем утверждает идею вечности познания, идею вечности души. И отсюда вытекает идея, ну а дальше-то что? То есть каково наше будущее? Можно, мы знаем, строить гармоничные семьи, заботиться о том, о сём, но в конце концов мы знаем, что есть беспощадная сила времени, которая разрушает тела наши, все наши материальные какие-то построения, всё, чего мы достигли. И поэтому мы не отрицая, не отрицая эту всю материальную культуру, а стараясь её просто перевести в режим благости, смотрим немножко дальше. А за этим что? То есть мы не можем быть такими, знаете, просто близорукими какими-то людьми, у которых цель одна и единственная построить какую-то гармонию сейчас, будь то семья или там забота о том, о всём, об экологии, что такое чистый, замечательный мир, потому что нравится нам не нравится, но опять же говорю, эту силу времени никто не отменял. И поэтому в состоянии благости живые существа начинают задумываться именно о своём духовном будущем. Вот поэтому вот эти вот ценности, которые лежали и могут в принципе лежать и оставаться в основании современного общества при наличии достаточного количества людей вот этих ценностей исповедующих, вот это меняет многое. То есть это, с одной стороны, меняет качество сейчас, что называется, и закладывает хорошие перспективы на наше духовное будущее. Вот это, скажем так, богоцентрическая модель мира, она не имеет никакого отношения к каким-то ужасным проявлениям религиозных диктатур, какой-то нетерпимости или вот что только одна наша вера правильная, всё остальное неправильно. Это не имеет никакого отношения. Потому что сама вот эта энергетика благости, которая вырабатывается в людях вследствие следования принципам милосердия, чистоты, уверенности, правдивости, она переводит сознание, то есть наше восприятие на другой уровне, когда мы начинаем по-другому видеть, воспринимать вещи людей, самих себя, мир вокруг нас, начинаем видеть какие-то более тонкие законы, то есть это, можно сказать, совсем другой мир. И достигается это всё тоже через принцип определённой жертвенности. То есть опять же вот эта концепция потребления, которая уже звучала неоднократно, она трансформируется в более естественную форму деятельности для души, потому что если говорить о такой Бог, если в общих чертах Бог, это тот, кто всем всё даёт, всем всё давать, давать это самое главное качество Бога, и он даёт из любви, потому что он любит нас. И примерно то же самое ожидается от нас. И поэтому если люди перестанут быть вот такими просто эгоистами, индивидуалистами, сепаратистами, потребителями, и на основе духовного знания, понимания, правильного общения, духовной практики, будет происходить постепенная трансформация нашей психологии, установок базовых, что я не просто потребитель, а именно человек дающий, то вот эта самоотдача, она интересным образом влияет на наше сознание. Есть такой хороший пример, как, допустим, дети запускают воздушный змей на верёвочке, и вот у него в руках катушка у ребёнка. И когда он эту катушку крутит на себя, на себя, этот змей опускается, он его как бы к себе приближает, а когда он от себя катушку, этот змей поднимается всё выше в небо. Увеличивается, да? Так вот, концепция потребления, когда мы всё на себя, на себя, на себя, это вроде как я получаю некое семинутное благо, а в перспективе то что происходит? Сознание опускается, понимаете? Потому что я всё на себя, в режиме потребления, как этот ребёнок катушку крутит, у него змея опускается ниже. Вот отсроченный, не совсем очевидный для большинства людей эффект, который приходит от вот этой концепции потребления, потребительского общества. И вот эта вот жертвенность, принцип самоотдачи, когда мы от себя, от себя, это не просто, что я кому-то отдал, как говорил Иисус, что отдавать приятнее, чем получать. Это одна концепция. А второе, сознание повышается, начинаем немножко видеть другие вещи, которые мы не видели ранее. И это, по сути дела, есть основная ценность, которую необходимо передавать дальше. Говорилось, что вот это наследие, наследие, но мы видим, что сейчас очень быстро меняется поколение, и фактически, конечно, конфликт отцов и детей, он не новый, это уже всегда в литературе всё это отражено, но сейчас мы видим, что фактически уже отцы и дети, это вообще как будто не только там разные поколения, как будто они с разных планет вообще, такое ощущение, что там вот эта цифровая цивилизация и так далее. Всё там, когда ребёнок спрашивают маму, мама, а у тебя там когда в детстве там какой был компьютер или телефон, она говорит, да ты что, сынок, ничего этого не было. Говорит, мама, ты динозавров видела? То есть такое ощущение, что это действительно какая-то доисторическая эпоха, то есть разрыв поколений, он настолько сильный вообще, что передавать-то, собственно говоря, всё быстро меняется. И поэтому единственное, что мы можем передать, это вечные и неизменные цели. Вечные и неизменные цели. Вот то, что объединяет. Материальная культура будет внешне меняться, это неизбежно. Такова природа материального мира. Но есть некие вещи неизменные. И вот они как раз и должны быть главным центром. То есть это те вещи, которые мы, собственно, в идеале должны культивировать. И вот это само по себе и меняет весь фон вокруг самого настроения, саму цивилизацию, сам социум. Ну вот, если коротко, это, в принципе, основные такие моменты, которые я хотел от себя добавить исключительно вот на таком концептуальном уровне, потому что, ещё раз подчеркну, что я не являюсь каким-то социальным деятелем. Я исключительно в сфере духовного просвещения и образования действую. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Василий Юрьевич. Вы, как всегда, расширяете все рамки и сознание. Спасибо огромное. Всегда соприкосновение с вами – это расширение этого сознания. И это, по сути дела, одна из главных ценностей, которую нужно сохранить, передать. И вы не просто это делаете, вы даёте очень концептуальную действительно модель сохранения вечных неизменных ценностей. Я думаю, что много вопросов возникает. И очень отрадно, что здесь есть и практики, которые что-то делают такое. И есть такие концептуальные философы, которые тоже реально что-то делают на практике. Это очень важный вклад. Но давайте сейчас мы передадим слово многоуважаемому Валерию Игнатьевичу. Валерий Игнатьевич, вам слово. Вы делаете это и концептуально, и практически. И я знаю, что у вас недавно прошёл такой большой слёт ваших волонтёров. Вот если можно, расскажите про ваше дело, и про волонтёров, и как вы этих волонтёров обучаете, какие вы им ценности передаёте, как вот вы своё сердце им можете передать, как это сделать вообще? Расскажите. Да, звук надо включить. Вы нажмите вот эту кнопочку микрофона включенного. Есть, есть, слышу. Стараюсь, стараюсь, следовать этим законам, предписаниям, обязанностям. Здесь часто говорят, о семейной жизни. Да, о семейной жизни человек не очень опытный, потому что я один раз только всего женился в 80-м году. Вот в этом году у нас исполнилось 44 года совместной жизни. И, ну, что я могу сказать? можно много говорить о важности семейных отношений, о том, как правильно быт наладить, как правильно взаимоотношения строить. Но если это не пережить самому, очень сложно. Это всё будет теория. Вот, прожив 44 года в семейном браке с супругой породил сына, сейчас внука воспитываю. Я испытываю, испытываю такое счастье, удовлетворение. Не само удовлетворение вот какое, а то, что я вижу, насколько всё благоприятно в жизни складывается. Опять же, здесь уже говорили неоднократно, если мы понимаем, что не сходит всё от Бога, то это, естественно, мы должны понимать, что по милости Господа вот так вот мне в этой жизни повезло. Вообще, поскольку мне часто приходится быть на разного рода мероприятиях, связанные с некоммерческой деятельностью, там тоже уделяется большое внимание образованию. Но я заметил одну странность, что, допустим, объявляются курсы лидеров, да, и все давайте будем лидерами, все записываются. При этом я за то, чтобы было какое-то собеседование, личностное знакомство с человеком, для того, чтобы узнать его природу, его желания, его умения, его стремления, не учитывая вот это, очень сложно, очень сложно, чтобы мы увидели вокруг себя людей достаточно квалифицированные, опытные, очень сложно. Почему? потому что всех скопом, всех скопом вот эти на курсы лидеров загоняют, давая им навыки лидерства, при этом не учли самое главное, то, что по природе этому, ну, это не его, как минимум. и вот я хотел бы, чтобы разного рода все вот такие курсы, семинары, они все-таки проходили по предварительной схеме знакомства с человеком, может быть, ему лучше пойти в специализированное производственное училище, как выяснится. вот это очень-очень хотелось, потому что сегодня все скопом, все скопом, и часто на выходе получается, что мы не удовлетворены, потому что мы ставим на те или иные места людей, которые не обладают достаточной квалификацией. Вот это нужно знать. Что в семейных отношениях много очень говорят, разных теорий много, но я вижу, что самое главное все-таки терпение научиться терпеть друг друга. Все разные, из разной среды, вот муж и жена, из разных социальных групп людей, разное воспитание. И вот нужно понимать, что нужно проявлять терпение. Меня это учила моя бабушка, моя мама меня учила. Вот с супругой что-нибудь расширимся, как у нас тоже бывает. Я подбегаю к маме и начинаю жаловаться. Мама, мама, ну что она ко мне лезет? Она так меня подтянула к себе и говорит, а ты подойди к ней, поцелуй ее в ушко, она и перестанет. Понимаете, как просто, что самому нужно сделать первый шаг для решения проблем. Мы будем, мы ждем, вот здесь о богоцентризме много говорится, мы ждем, что к нам будут относиться так, как вот мы хотим, но при этом не хотим сами делать то, что требуется для людей, которые рядом с нами находятся. Я поддерживаю, поддерживаю эти идеи, когда говорится, что нужно заботиться о других, а с вами нам надо учиться, учиться и вот эти знания применять на практике, как была рекомендация, что мы должны следовать прагматизму Запада, но при этом нужно применять мудрость Востока. Вот это очень важно. Ну и мне очень повезло в жизни встретиться со теми людьми, которые помогли мне найти любимое для себя занятие и служение. чем я занимаюсь уже тоже порядка тридцати лет. Это благотворительность. Благотворительность это величайшая школа, когда собираются сотни и сотни людей и когда от твоего умения, от чистоты твоего сердца зависит с каким настроением и как жизнь изменится у человека после твоей встречи очень многое зависит. это придаёт уверенности в услышанных словах и человек становится счастливым. Вот я счастливый человек. Хотите верить, хотите нет. Я счастливый человек. Отворачиваю эту плёночку назад, проводя сейчас анализ своей деятельности, насколько я смог следовать или воспитаться в те качества, которые мне отец и мать передавали. Вот сейчас такое время подведения итогов. Подведение итогов и не само удовлетворение, а вот именно испытание радости. радости от того, что люди улыбаются, то кому-то в этой жизни он получил то, что ему не хватало, горячую пищу, какую-то новую одежду. И когда ты видишь, что своим присутствием, своими действиями ты делаешь людей чуточку счастливым, ты сам от этого становишься счастливым, чего и другим желаю. Всё. Спасибо большое. Валерий Игнатьевич, а можно сразу вопрос, а вот благотворительность, которой вы занимаетесь, как она влияет на общество, как она влияет на людей, вот немножко об этом скажите, что происходит, вот когда вы делитесь горячей пищей, одеждой и так далее, как происходит трансформация, что происходит с людьми? Да здесь самое главное даже не слово делиться, а как делиться. Ведь пищу же тоже можно так угостить, что есть не захочешь. Да. Здесь во многом зависит какого у тебя внутреннее твое богатство, каково оно. Насколько ты важно понимаешь, что это даже не им, это даже тебе это нужно. Почему тебе? Потому что очистить свое сердце, очистить свое сердце человек, тем самым у него вот эта деятельность, она наиболее эффективна становится. люди уже принимают вид, что у человека, который раздает, у него добрые глаза, он говорит тебе добрые слова, пожелания какие-то хорошие. И я очевидец за полтора года пребывания на передовой и постоянно встречаясь с этими людьми, я вижу насколько это работает, насколько это работает и насколько важно не потерять вот этот вектор правильный самоотдача, бескорыстие. Вот это очень важно. Спасибо большое. Действительно вот вы подчеркиваете еще одну важную ценность, которую нужно сохранить и передать дальше, это благотворительность, но не благотворительность для внешнего какого-то такого пафоса, а для того, чтобы очистить свое сердце, как вы говорите, благотворительность как способ самоочищения. Спасибо вам большое за ваш пример. И я знаю, что сейчас тоже много жертв перенесено и лично вами. Вы с началом операции переехали в эту зону боевых действий, вы потеряли физически потеряли ваших близких соратников, они погибли под ударами, бомб и так далее, но вы храните вот эту верность очищения сознания, жертвенности, то, о чем мы здесь говорим, и вы для нас такой удивительный пример. пример самодачи. Я стараюсь. Василий Рюрикович, да. Спасибо вам большое, друзья. У нас состоялось как, ну, не знаю, лично у меня такое чувство наполненности, вдохновения, радости. Времени не так много, но мы обменялись такими ключевыми идеями и концептуально Василий Рюрикович подчеркнул, что важны вот эти четыре столпа милосердия, чистота, правдивость, умеренность или аскетизм. И сейчас речь еще ушла о благотворительности, но, насколько я понимаю, это тоже подпадает под категорию милосердия, и все эти ценности действительно между собой связаны. И теперь вопрос, может быть, каждый бы из вас ответил, как мы можем их сохранять и как их передавать дальше, вот как мы это можем сделать, с помощью каких инструментов. Наверняка те, кто нас слушают, они вдохновятся, действительно, замечательные примеры, замечательные образы, но возникает вопрос, как это сделать, с помощью чего. И вот, может быть, в таком экспресс-режиме коротких ответов, Василий Рюрикович, может быть, вы начнете, как все-таки это на практике сделать, вот какие маленькие конкретные шаги мы можем прям хоть завтра начать делать, наши участники, слушатели, все, кто соприкоснутся с этим симпозиумом. Все большое начинается с малого. Да. Всегда какие-то появляются личности, которые являются проводниками перемен, которые привносят все это. То есть, допустим, вот все уважаемые участники, они же фактически не начали что-то такое прямо новое с нуля, они сами стали преемниками, называли, адреса называли, откуда взяли, что на этом месте был какой-то детдом, кто-то этим уже занимался. По сути дела, люди являются продолжателями традиции. В зависимости уже от калибра, от масштаба личности, они тоже по какому-то масштабе могут делать. То же самое, невозможно изменить общество, не меняя семьи, потому что семья это клетка общества, а семья сама по себе, она состоит в свою очередь из участников семьи. Если все участники семьи и люди не квалифицированы, какая у них семья получится? Не очень. А если много семей, тут приводили цифры, что больше 70% развода, если семья это клетка общества, и более 70% клеток общества поражен, какой же организм может быть в целом? иначе видно нет. А это какие-то внешние проекции, какие-то масштабные мероприятия, они всегда начинаются с чего-то малого, с того, каково сознание именно самого человека. То есть любая миссия начинается с какого-то миссионера, с человека, у которого есть определенный настрой, у него внутри есть какое-то определенное понимание, он несет некое духовное послание. И когда он привлекает каких-то может быть единомышленников, помощников, вот теперь это уже становится из единицы, он уже начинает какая-то образуется команда, какая-то группа, и они становятся проводниками перемен. То есть ничего нет такого, чтобы просто сразу стало масштабным. Начинается с чего-то малого. И поэтому, хотя это малое может быть сначала малозаметно, но если человек продолжает этот процесс, то обязательно в числе его последователей найдутся кто-то, кто станет преемником, или кто может быть даже что-то лучше еще сделать. Поэтому здесь, как вы говорите, вот это вот, вернее, звучала где-то мысль, связь с корнями, связь с корнями. И поскольку корнем всего является Верховный Господь, который извляется собственно говоря носителем, источником любви, то, что мы можем это быть проводниками. Он источник, мы просто проводники. И чем более чисто мы это проводим, тем большее количество людей мы можем заразить в хорошем смысле слова под этими идеями и этими ценностями. все остальное это уже абсолютно индивидуально. У кого какое поле деятельности, у кого какие возможности и так далее. Ну и на мой взгляд еще важным является наличие каких-то вот таких четких систем, как допустим рассказ был про этот детский дом. Это все-таки система, понимаете? То есть это система, где есть определенные правила, ценности. вот и там находятся только все, кто этому всему следует. Если вот такой немножко может быть замки системы нет, то на начальном этапе очень трудно что-то вырастить. Это маленькое растение, его сажает дерево, его какой-то оградкой огораживают, чтобы животные не съели, никто не сломал его. И потом, когда оно становится уже большим деревом, ему уже эта оградка не нужна, она достаточно сильная, самодостаточная. Поэтому эти идеи сначала выращиваются по каким-то определенным правилам. И люди, которые смотрят, как эта культура, как эта рассада растет. И потом уже эту рассаду можно раздавать другим. Смотрите, у нас вот такая модель, у нас получилось то-то, а теперь мы начинаем умножать эти вещи. Поэтому я опять же теоретик, большей частью рассуждаю, но просто я слушаю, глядя на примеры людей, которые практическо занимаются зрительностью и воспитанием и так далее. Я наблюдаю эту тенденцию, что серьезные вещи начинаются с чего-то малого. И потом этот позитивный опыт, он уже становится привлекателем для людей, которые тоже где-то на этой же способность продолжать миссию, загореться миссией, проявить команду. И в этой команде также проявятся преемники, которые смогут это дело передавать и развивать его, расширять. И это невозможно без связи с корнями. Действительно, корни, это, как говорят, нужно нашим детям дать только две вещи, корни и крылья. Без этого невозможно. Хорошо, кто-то еще, друзья, какие мы можем использовать инструменты для передачи ценностей. Ренат, пожалуйста. Спасибо большое. Я как раз хотел продолжить, что вы говорите, Василий Рюлькович. Я просто вспомнил опыт нашего института, Марина Замшарифна, руководитель которой является. И вот этот первый шаг, она тоже говорила, что несколько лет была одна группа. Это буквально 15-20 человек. И вместе с ними создавалась вот эта команда. Но сейчас, по прошествии 15 лет, институт это команда больше 200 человек. Я не знаю, сколько там еще волонтеров, но основной костяк около 200. С разных стран мира там, я не знаю, мы сейчас в мае будем собираться. Стран 30, наверное, приезжает, не меньше. Причем приезжают уже вместе с детьми. Мы были в паломничестве вот в Индии. И там приехало 100 взрослых и порядка 40 детей. И мы сейчас с годами начинаем понимать, что вот этот первый шаг маленький, который был сделан, он рождает вот эту вот культуру. и порядка за 15 лет прошло обучение вот в наших проектах около, наверное, 30, может быть, 35 тысяч человек, ну, плюс-минус. Но, и можно этим просто начать гордиться и сказать, смотрите, какие проекты делаю, какой я деятель, какой я благотворитель. Но Александр Геннадьевич, как наш главный наставник, он сказал, ваша цель это 4 миллиарда людей, то есть половина планеты, вы понимаете. И мы понимаем, что сейчас сделано много с одной стороны, но из заказа учителя сделано мало, и автоматически мы начинаем размышлять, как эту миссию будут продолжать те, с кем мы сейчас соприкасаемся, то есть с нашими детьми, с людьми, с их детьми, и рождается вот такое вот сообщество. Но все началось с видения, с желания Марина Замшельфина, вашего Сергея Витальевича, вместе, знаю, вы это начинали, вот сейчас институт, он ширится и двигается. Я вот, когда вы спросили, с чего начать, я такой опыт интересный получил, дети дали мне обратную связь, ну, стали давать периодически, когда уже повзрослели, то, что я, вот то, что говорю и то, что делаю, оно не совпадает. Вот такой молодец, там вот все так говоришь прекрасно, а вот дома оно не работает, как будто бы. И Марина Замшельф на удивительную вещь такую сказала, она говорит, что вот наше сердце, оно как кастрюля, и в этой кастрюле мы не можем, знаете, вот на людях что-то красивое, вкусное варить для кого-то, а вот в семье или с кем-то конкретно в каких-то отношениях, пускай это там пропадает или пересолили, ну, знаете, так тяп-ляп, как говорится. Вот сердце, это одна кастрюля, это означает, что мы работаем над своими качествами, и мы вот это все варим для Господа во всех отношениях. Я для себя это услышал как то, что нужно принять ответственность, принять свою дхарму, то есть это первый шаг такой в семейной жизни, это основа, фундамент дхарма, артхакама, мокша, то есть дхарма, это значит сначала, чтобы в семью пришло процветание, нужно очень исполнять свою дхарму. И Александр Геннадьевич, он такой потрясающий пример привел, он говорит, что дхарма, разные определения есть, но то, что я запомнил, чем стараюсь руководствоваться, он сказал, что дхарма, это то, что я могу отдать другим, либо я могу взять, преобразовать и передать другим, то есть дхарма, это всегда то, что я постоянно отдаю, то есть я этого не присваиваю себе, но это как корова, которая сама себя не доит, чтобы потом вечером попить молока, или как цветок, как говорит Марин Замшиф, на который сам себя нюхает, чтобы понаслаждаться, то есть дхарма, это всегда то, что я отдаю. И вот этот вот первый шаг ответственности, я себя спрашиваю, что я могу отдать, и не просто отдать, а вот как вы, наверное, говорили, по поводу труда, да, то есть труд, это то, что я могу кому-то начать передавать, то есть я свою энергию вожделения, которая и является эгоизмом, которая разрушает изнутри семью, я ее преобразую в полезный труд, да, то есть я ее во что-то, для кого-то преобразую, потому что вот то, о чем вы говорили, Василий Рюрикович, о том, что наша задача именно начать отдавать, вот это правовое общество, когда мы права качаем, а нам нужно начать сконцентрироваться на обязанностях, как вы сказали, что наши обязанности, то есть наши права это кем-то хорошо выполненные обязанности, и такой потрясающий пример, я на этом остановлюсь, Олег Дмитриевич Сунцов, он сказал, что наша потребляющая способность, потребительная, она очень маленькая, то есть по факту мы с вами очень мало можем съесть, очень мало можем посмотреть, очень мало можем насладиться, но мы уверены, что это нас сделает счастливым, он приводит пример такой, ну вот сколько, говорит, вы сможете съесть пирожков, если вас любят, говорит, ну один, ну два, ну три, то есть если мы будем, ведро пирожков принесем, мы подумаем, что человек нас не любит, он нам хочет для нашей жизни, для нашего здоровья угрозу какую-то сделать, но вот у Господа, говорит, есть потрясающее качество, он может принять сколько угодно, поэтому вот наша задача, чтобы стать счастливым, нужно вектор жизни нашей повернуть и помочь нашим детям, помочь всем, кто вокруг нас, начиная с моей собственности, что я могу отдать, потому что Господь, Он примет все, то есть все, что я с любовью и предностью смогу ему предложить. Вот, я для себя такой первый шаг вижу именно в ответственности, в понимании того, а что я могу начать делать, вот этот вектор жизни своей, повернув наружу. Спасибо большое, спасибо, Рината, огромное. Ивану передаю слово. Размотя над этим вопросом, мне пришла в голову такая мысль, что, ну как ученый, наверное, по-другому мыслить не могу, что в квантовой физике и в математике в больших чисел самым сложным переходом является между нулем и единицей. Ну, то есть, если упрощенно говорить, что вот если нет ничего, и мы обозначаем как ноль, да, ничего нет, то вот когда ничего нет и стало что-то, вот этот самый сложный переход, потому что когда есть единица, когда есть уже что-то, то вот, допустим, с точки зрения там математики, физики, двойку легко получить. Ну, а потом уже начинается, потом уже начинает ряд физбоначи, который говорит о том, что многое, в том числе, в социальных процессах, оно удваивается. Ну, там, 2, 4, 8, 16 и так далее, да, то есть уже, и уже как бы процесс понятен. А вот процесс совершенно непонятен, когда есть ноль, и нужно из нуля получить единицу. И этот переход, что интересно, от нуля до единицы, возможен только и исключительно благодаря аскезе, что кто-то когда-то взял на себя ответственность, взял аскезу это сделать. И если, условно говоря, будем говорить о деревне, то кто-то когда-то приехал и построил первый дом. И современное общество, оно так устроено, что все хотят приехать уже в построенный дом. А вот немало кто хочет быть тем, кто приедет и построит этот первый дом. То есть будет жить где-то, условно говоря, в землянке, таскать из лесу бревна, как-то мыться в холодной воде. Сейчас люди хотят приехать уже, чтобы дом был такой теплый, обогретый, дрова уже нарубленные, теплая вода проведена, канализация, все вот в этом моменте. Но вот как правильно говорили наши спикеры о том, что кто-то когда-то сделал эту аскезу и соответственно совершил. Но это не значит, что теперь поле аскезы в общем-то уже всеми заняты. То есть уже вся аскеза уже совершена. Осталось только в общем-то наслаждаться произведенными действиями тем, кто когда-то сделал. Но это не так. То есть на самом деле это поле оно свободно. Никогда не поздно начать что-то делать. И вот ответ заключается в первую очередь мне так кажется в том, что надо начать с себя. Вопрос на том, чтобы произошли эти изменения в обществе нужно начать с себя с изменения своего осознания, своих представлений, своего мировоззрения. И это определенная аскеза ее нужно совершить. если в эту сторону идти и как бы совершать это регулярно на регулярной основе, то в конечном итоге произойдут изменения. И сначала произойдут изменения на личностном уровне, и тогда появляется способность что-то изменить дальше. Я вот как кандидат наук, у меня первая диссертация была связана с диффузией социальных норм. Я задал себе вопрос, а как вообще в обществе появляется новая норма, и потом эта новая норма начинает исповедоваться большинство людей. Словно говоря, никто не носил брюки клеш, а потом в какой-то момент все начали их носить. Вот как это происходит? А это происходит по принципу диффузии норм, что есть сначала человек, который начинает эту новую норму исповедовать, то есть ее принимает и исследует ей, потом он это привносит в свою малую группу, например, в семью, и соответственно в семье, начинает семья эту новую норму исповедовать, и семья становится потом тем, кто дальше распространяет эту норму. Появляются еще одни семьи, но условно говоря, мы с вашей семьей например встречаемся, вы видите, что мы что-то интересно начинаем делать, начинаете у нас спрашивать, мы вас вовлекаем в эту новую норму, и так появляется вторая семья, которая начинает это что-то исповедовать, потом этих семей больше и больше, и в итоге через какой-то момент все общество начинает следовать этим принципом. Процесс именно такой. Я не знаю никакого другого процесса социального изменения, который может быть был бы еще. Потому что даже если условно происходит какой-то катаклизм, этот процесс все равно остается, он все равно будет функционировать именно так в обществе, что если мы хотим каких-то значимых изменений в обществе, не просто значимых, а позитивных, просто можно таких изменений наворотить, что мало не покажется, но именно позитивных изменений в обществе, нам нужно идти по этому пути. То есть бессмысленно начинать, и сейчас например хотят и стремятся делать от обратного, то есть того, чтобы человеку через допустим образование, университет, через еще какие-то более высокие институты, что-то не получится, это так не работает, потому что работает все от нижнего уровня, индивидуального принятия на себя аскезы какой-то, потом эта аскеза позволит создать что-то, единичку, эта единичка станет причиной того, что другие будут хотеть это сделать таких же изменений собой и в своей жизни и в дальнейшем это получится уже групповой нормой для большего количества людей и в конечном итоге для всего общества. в итоге если мы хотим этих изменений нам нужно изо всех сил меняться самим и менять других. Спасибо огромное. Спасибо большое за этот замечательный пример, как от нуля к единице перейти и прям очень много конкретных подсказок, инструментов. Гульнара, пожалуйста, если можно вас попросить. Я опять же возвращаюсь к нашей семье. Наши традиции это те принципы, благодаря которым каждый наш ребенок всегда понимает, что он не один в этом мире. И он с большим уважением продолжает наши благие дела, которые мы сейчас как продолжатель несу в себе и они пытаются это сделать. Наши традиции в нашем доме помогают им сохранить самобытную свою культуру. И они передаются духовными и моральные ценности передаются уже в свои семьи. Вот я же сказала, что они у нас поженились и они передают это. И также нормы поведения. вот конечно семья для них сейчас на данный момент является ну остается оплотом надежности и стабильности и поэтому они все стараются как-то как-то сохранить свои семьи и стараются они чтут и опять же передают это уже своим детям я это вижу вот и существует такая иерархия от самого старшего к самому младшему и туда включая новых членов нашей семьи это наши невестки там наши детья и они тоже включаются в эту в эти наши традиции потому что нас много и поэтому они уже понимают это это так радует и думаешь вот таким вот тихим сапом понемножку потихонечку и мы как-то идем к тому что то о чем сейчас спикеры говорят идем к этому через образование через любовь через аскезы через такое отношение через счастье вот и вот об этом я хотела сегодня поделиться с вами спасибо вам огромное всем спасибо большое дорогие друзья хочется наших слушателей попросить если можно пришлите пожалуйста ваши вопросы ваши отклики хочется услышать как вы воспринимаете то что происходит наш диалог это общение пожалуйста поделитесь мы с удовольствием тоже зачитаем ваши отзывы друзья я хочу также сказать что завтра мы будем продолжать у нас будет третий день он будет посвящен теме экономики развития и там тоже много интересных замечательных гостей ожидается Энвер Хаджимуратович Измайлов Владимир Файзулин Александр Усанин Александр Селютин Михаил Симаков это и предприниматели с большим опытом юристы и общественные деятели и также философы с большим таким видением глубоким концептуальным этого мира и миллионеры которые зарабатывают много денег но при этом много отдают и завтра будет тема связанная с экономикой с развитием с устойчивым развитием и опять-таки духовным решением материальных проблем в сфере экономики и в сфере развития а сегодня мы говорим о том как решить эту проблему передачи духовных нравственных ценностей следующим поколениям как сделать общество здоровым и как это наследие передать и я хочу подводя некий итог сказать что действительно я знаете за всеми вами прям записывал очень интересно много глубоких идей мыслей и самое главное чтобы общество перестало быть обществом потребления чтобы общество стало не эгоцентричным а богоцентричным очень важно в центр поставить то о чем сейчас говорил и Иван Владимирович и Василий Рюрикович идею жертвенности идею самоотдачи и для того чтобы самоотдача состоялась нужно глубоко познать себя познать свой внутренний духовный мир научиться им управлять и в конце концов его транслировать отдавать делиться этим и знаете есть речь Василий Рюрикович приводил пример клетки в организме человеческого тела клетка поддерживается благодаря ДНК знаете вот дезоксириб как она там называется да как дезоксириб нуклеоидная кислота да насколько я помню ДНК благодаря которой осуществляется сохранение информации о том как устроен организм передача другим клеткам и так далее мне очень нравится эта аббревиатура ДНК и ДНК в данном случае для того чтобы общество оздоровилось нужно чтобы в обществе появилась духовно-нравственная культура которая поддерживается как можно большим количеством людей сегодня мы тоже об этом говорили и этот симпозиум как раз для того чтобы как можно больше людей включались вот в эту идею развития духовно-нравственной культуры через благотворительность через образование через замечательные знакомства осознанное создание семейных пар через заботу о детях и так далее и есть несколько отзывов я тогда их прочитаю Марина Калиниченко пишет большое благодарность за то что вы делитесь дорогие друзья всем что вы делитесь спасибо за ваш пример вы запускаете правильную волну то есть хочется действительно чтобы эта волна была запущена спасибо Марина что вы ее ловите и дай бог чтобы она передавалась дальше другая Марина Белябина пишет что прекрасное продолжение симфонического фестиваля музыка сложная иногда да это сложно очень вдохновляет расширяет и хочется делиться этой радостью да спасибо анастасия пишет может ли человек у которого нет еды быть счастливым как он может быть духовным вот такой вопрос возникает ну как раз давайте ответим на этот вопрос может ли человек у которого нет еды быть счастливым Иван да пожалуйста счастье оно не от еды а от аскезы потому что на самом деле счастье оно исходит от из высшего источника вот и еда это некое проявление уже вторичного вторичного плана потому что я на своем веку встречал неоднократно людей которые вообще никакой пищи не не вкушали в Гималаях я встречал и не только и даже если у меня общение например с некоторыми монахами православными которые в монастыре и которые на себя такую эпитими накладывали не вкушают пищу вот и на протяжении многих лет этого этой эпитими не следует и при этом я бы не сказал что я бы вообще например даже не сказал что эти люди несчастливы то есть они светятся они радостны они очень по-другому воспринимают мир вот и в глазах нет страдания вот поэтому я могу сделать вывод что их как бы состояние внутреннее и вообще в принципе счастье не связано как таковое с удовлетворением своих пищевых потребностей потребностей в питании то на самом деле мне кажется что само слово питание оно наверное в меньшей степени связано с едой а в большей степени связано с Богом спасибо большое спасибо еще вопрос друзья нам задают Анастасия Дружкова спрашивает про жертвенность служение другому когда другой считает что ты ему должен а не с благодарностью разве это правильно служение без благодарности это рабство для чего это рабство вот такой вопрос по поводу служения без благодарности да пожалуйста рина насколько я правильно услышал служение без благодарности смысле когда я служу и меня не благодарят не знаю давайте еще раз прочитаю жертвенность служение другому когда другой считает что ты ему должен они с благодарностью разве это правильно служение без благодарности это рабство для чего это раб я просто могу передатчиком попробую ответить в сфере того что но обычно так спрашивают то есть я служу а мне не благодарят да мне служить не хотят то есть меня эксплуатируют и что мне в такой момент делать это обычно семейные пары спрашивают вот сейчас я изменился я это познал и начинаю делать а вдруг не эксплуатировать начнут начнут вот этого решения александр геннадьевич он говорит что я тебя люблю это форма эксплуатации в современном мире я тебя люблю это означает ты мне чем-то обязан но фраза я тебя люблю он говорит нужно заменить на что я могу для тебя сделать и вот не нужно переживать я никогда не смогу выйти за сферу своих возможностей исполнения своего долга то есть не нужно переживать что вдруг я сто один процент сто два процента начну выполнять то есть долг моя способность служить она определяется моим уровнем сознания поэтому я сейчас должен делать все на сто процентов относительно того уровня сознания на котором я нахожусь а вот если я благодарности ожидаю это же бизнес даже коммерция такая как один знакомый мой один из спикеров он говорит приходим в церковь и мы говорим господь вот тебе свечка ты мне гречку да и вот мы вот этот бизнес постоянно пытаемся устраивать что с господом что в семье что еще где-то а нам вот сама цель сама идея научиться именно вот этому бескорыстию когда мы конечно это будет все равно в сердце где-то теплица мечта и такая надежда но как в бага в адгите ну вот когда учителя дают лекции они говорят о том что счастье это побочный эффект выполнения долга что счастье она придет только тогда когда я перестану за ним гоняться а вот до тех пор пока я буду ждать благодарность деньги доброе слово ответное что-то она не придет я все время буду бегать как за миражом каким-то вот как только я эту идею оставлю и в конце какие-то об этом собственно и говорится вот просто все теперь оставь и счастье она она придет но только тогда когда его ожидать не будет вот так наверно спасибо большое спасибо и вам рука поднята да я хотел здесь интересную проблему поднимает наша слушательница эта проблема кроется наверное в темологии слова служения большинство из нас именно на слово служение и на тот смысл который условно говоря мы как советские люди собой привнесли то есть принесли наши родители и мы сами где служение это условно говоря принудительное выполнение каких-то обязанностей или принудительное выполнение какой-то деятельности и вот это принудительная составляющая этого этимологии этого слова служение она и людей возбуждает но когда василий рюрикович там или ренат говорит о служении то там совсем другие смыслы вот это наверное то что наверное имеет смысл нам раскрыть а какие смыслы вот василий рюрикович или нас вкладывать это слово служение потому что иначе люди будут подумать что мы их как бы принуждаем к выполнению какого-то долга этот момент принуждения он как раз вот сбивается что ли с платформы того что на самом деле служение это бескорыстный бескорыстный деятельность когда ты не требуешь ничего взамен и просто от всего сердца хочешь человеку помочь думаешь о том как как ему сделать так что для него хорошо не как для меня хорошо как для другого и вот это немножко другой контекст который мне кажется надо раскрыть иначе наши слушатели будут путаться что мы хотим вот какой-то рассуждаем о каких-то неоклассических формах рабство маскируем все под словом служение да ренат пожалуйста коротко и потом дополню да то что служение вот марин замшейф на такой пример потрясающий приводит она говорит есть музыканты которые умеют играть а есть музыканты которые не могут не играть и вот служение это втором типе когда у меня из изобилия не могу это не делать я вот на вас смотрю гульнары мне кажется вывод как раз тот самый музыкант который не может не играть то есть у вас нету в расписании так завтра просыпаюсь и 8 начинаю служить то есть это постоянно ваше такое состояние изобилия вы не можете этого просто не делать но это от вас очень чувствую спасибо спасибо за пример да да это очень важная тема потому что неправильное понимание базовой идеи или установки служения она же дает какие-то уже метастазы негативные вот и сам вопрос от слушателя прозвучал тут служение без любви это некое рабство да некая какая-то эксплуатация и откуда сама такая постановка взялась именно из ложного понимания идеи служения что служение это нечто вынужденное я нахожусь в какой-то роли в положении раба подчиненного я вынужден знаю там за кусок хлеба или за что-то там еще за какую-то благодарность как собачка да вот и там говорят конфетку давай хочешь конфетку вот давай служить то есть он весь на задней лапке да и вот она служит вот так потому что иначе конфетку она не получит то есть вот это вот как это вот идея на востоке популярная идея кармы кармическая связь что ты что-то получить и нужно там отдать и так далее иначе никак но базе своей в основе служение это производная от любви то есть сначала любовь а служение это как форма выражения это если я кого-то люблю то мне хочется для него что-то сделать то есть не то что это подневольное и вот это вот концепция подневольного служения без любви она где-то очень глубоко у нас в генах прописано уже и люди воспринимают это так уже не служение отчетом чему я должен да вот то есть как бы опять же эго наше включается и она не позволяет нам правильно понимать вещи вот а базовая идея служения это именно то что вытекает из любви сначала у меня есть вот любовь желание поделиться а служение это просто форма выражения своей любви когда встречаются люди на свидании мужчина дали женщине цветов и ты это есть проявление его любви или когда кто-то что-то другое делать допустим мать заботится о ребенке готовит для него убивает его это ее служение продиктованное именно ее чувство это чувство на лице первичным и поскольку бог лица есть любовь и все живые существа мы тоже его частицы и вот это сам самая главная основа деятельности единственное что вот это вот любовное служение превратило в подневольное это невежество ложные концепции которые покрыли наше сознание вследствие этого появился тут ложное эго так называемая концепция когда теперь я уже не дающий в основном а потребляющий и поэтому духовное знание духовное образование это как раз то что может помочь нам ликвидировать или устранить ложную концепцию то есть убрать из понятия служения какие-то эти ложные смыслы привнесенные позже вот этим вот нашим эгоизмом и которые портят в принципе всю идею спасибо огромное спасибо большое за эти важные очень замечания комментарии друзья нам пора завершать нашу встречу но хочется подвести некий итог в конце мы сегодня проводим второй день этого замечательного симпозиума духовное решение материальных проблем первый день обсуждалась тема семьи семейных отношений сохранения семьи сегодня мы говорим о здоровом обществе ассоциуме и о том как это общество может сохранять и передавать наследие духовно-нравственные ценности как их сохранять и хочется от вас от каждого буквально по одной минуте услышать некую такую выжимку чтобы вы пожелали нашим слушателям в этом направлении как развиваться как эту волну поймать и действовать связи с этим чтобы общество оздоравливалась и наши семьи жили в окружении в здоровом окружении потому что семья если она будет жить не здоровом окружении есть сложно будет выжить а вот пожалуйста если можно гульнар начнем с вас пожалуйста коротко чтобы спасибо всем огромное за те знания которые сегодня от вас получила честно и благодарю вас за это и ну что как мы можем подытожить даже затрудняясь об этом что то сказать так много чего хочется сказать и минута времени ну исцеляйте любовью вот все всех вокруг себя вот только только своим примером можете допустим допустим донести любому человеку о том что вы хотите например вот и поэтому я думаю что сострадание любовь и доверие это вот высшие духовные силы и когда она вот это вот сила внутри семьи внутри и вокруг окружающих нас людей то тогда мы точно добьемся того о чем мы сегодня с вами все время говорим спасибо вам всем огромное спасибо валерий игнатич пожалуйста вам слово ваш итог и ваши пожелания нашим участникам я услышал нашей беседе сегодня слова наставление моего отца насколько может быть глубоким понимание сына то в тех наставлениях которые дает отец это очень важно и он мне говорил вот что отдал то твое я долго долго много лет не мог понять по-настоящему как это может быть твои мысли ты отдал и я понимаю что отец мне хотел тогда до меня достучаться вот передать вот этот важная важную вещь твое то что ты отдал а если ты от кого-то а если ты принял это значит от кого-то принял здесь нужно очень внимательно относиться тому что не всегда можно и принимать и не у всех можно что-то принимать но если мы хотим чтобы мир изменился я присоединяюсь тому что нужно его начать с себя а это возможно тогда когда ты общаешься в этом обществе общаешься в этом обществе у людей которые есть эти качества вот значит нужно такое общество друзей единомышленников искать находиться в нем и отдавать потому что то что отдал то твое спасибо огромное иван владимирович пожалуйста тоже очень много на самом деле рассказала тоже у меня много чего хотелось бы сказать и одна минута это так казалось бы мало но я скажу наверное словами владимира высоцкого настоящий буйных мало вот и нету вожаков да мне мне кажется что главным моментом это должно стать для людей бунт внутренний бунт я вижу что иллюзия вижу что вот этот контекст потребления он как бы как мед что ли обниматель или даже больше как наверное смола и люди они как мухи в этой смоле что ли они не бунтуют против этого они не бунтуют против этого не против невежества которое они видят и соответственно первое моё пожелание это бунтуйте а второе это учитесь потому что многие как бы следуя вот этой смолетость как бы отдаваясь ею прекращают учиться прекращают что-то читать прекращают поглощать знания то есть они останавливаются в этом то есть словно говоря я же в университет уже отучился я уже закончил университет все дальше естественно что-то новое читать познавать о чем-то дискутировать не надо теперь соответственно я от это отбрасываю теперь я уже всему научился и поэтому мне больше дальше и ничего не нужно изменять просто если мы отказываем в себе обучение то мы себе отказываем и в развитии в изменении и условно говоря тогда вот абсолютно точно мы подавляемся мухам в янтаре если у нас нет внутреннего пункта и желание к обучению то есть стремление к обучению соответственно к изменению вот мы то точно будем просто просто как бы вот условно говоря законсервированы вот и как выразился эмиль дюргейм вот он сказал что мы тогда будем как консервы которые будут выброшены на помойку истории вот если мы не бунтуем и не стремимся изменяться поэтому бунтуйте и меняйтесь спасибо спасибо большое спасибо большое я сегодня с таким удовольствием учился у всех у вас дорогие учителя и для меня вот итогом встречи стала вот эта фраза что отдал то твое мне кажется она очень так емко говорит обо всем о чем мы сегодня говорили и я недавно только осознал что в своей жизни очень много переживаю за любимого заботюсь о самом главном и думаю постоянно о самом важном в своей жизни это о себе вот самый любимый оказывается человек это я все вокруг меня и размышляя сейчас над фразой которые говорит джон фейворс сейчас может возникнуть такое чувство так вот я плохой что-то со мной не так надо что-то менять и он говорит о том что не думайте о себе плохо думайте о себе меньше и вот очень хочется чтобы мы начали думать действительно не только о себе о других как такое наверное пожелание и моя исповедь в первую очередь относительно самого себя вот спасибо большое за такую встречу замечательно спасибо Василий Рюрикович ваш итог и ваше пожелание всем нам пожалуйста учитывая что симпозиум называется духовное решение материальных проблем хотелось бы как раз напомнить об этой главной идее что никакой духовности таковой самой по себе не существует она имеет свой источник ее источником этой любви этой духовности является Бог мы являемся лишь проводниками и поэтому вот то что мне помогает держаться какой-то моей миссии жизненной задачи помогать другим людям это вот это вот роль что я инструмент в его руках как один тоже из лейтмотивов Бхагавадгиты вот стань инструментом в моих руках как Господь говорит вот и порой мы сами не знаем то он через нас сделает вот все что мы можем это просто вот сказать ну инструмент он же не знает что сейчас музыкант сыграет он просто должен быть настроен качественно и все поэтому если принять что роль Бога является первичной мы являемся теми инструментами на которых он через нас играет вот то наша задача я для себя это формулирую быть наилучшим инструментом потому что профессионалы любят хорошие инструменты вот и если я становлюсь хорошим инструментом какие-то у меня есть личные качества какая-то внутренняя частота минимальное сопротивление тогда через меня максимум пройдет при моем минимальном почему платина считается самым идеальным проводником минимальное сопротивление но это дорогой металл платин это самый дорогой металл вот и именно в том что она имеет минимальное сопротивление поэтому через нее максимум проходит сигнал наиболее чисто вот и поэтому я это формулирую для себя так если я хочу чтобы через меня действительно какие-то происходили вот такие позитивные духовные изменения в обществе то я должен постараться стать инструментом в его руках а инструменты как мы знаем они бывают качественные а бывают не очень качественные если кто-то мастер работы какой-то инструмент у него сломался он откладывает его в сторону берет другой инструмент вот поэтому вот личная квалификация плюс вот это смирение то есть чтобы не было этой гордыни что я великий человек я там кого-то там не знаю воспитываю обучаю кормлю забочусь или еще что-то а если я понимаю что это через меня через меня духовный господь все эти вещи делает то это делает меня с одной стороны повышает мой статус потому что я с другой стороны мое внутреннее стремление оно не позволяет мне загордиться и почитать что это вот я такой да великий да вот мои награды вот то то есть одновременно и величие поскольку я инструмент в руках бога и смирение благодаря чему он меня собственно говоря использует вот этот вот симбиоз соединения это на мой взгляд и есть тем что нужно для того чтобы быть проводником этих эффективных перемен спасибо огромное спасибо огромное быть совершенным инструментом в совершенных руках ну что друзья мы сегодня говорили о наследии о здоровом обществе и я хочу в завершении тоже сказать о том что решение которое мы принимаем прямо сейчас и прямо здесь они создают наследие для наших детей поэтому давайте принимать решение пользу бога давайте принимать решение основанные на духовных принципах давайте ставить единицу впереди всех нулей и тогда мы сможем оздоровиться сами мы сможем сохранить наши семьи и мы сможем передать нашим детям то что им действительно нужно им нужны сильные корни и мощные крылья и до встречи завтра на третьем дне мы будем говорить об экономике и о развитии и будем вам благодарны за ваши отклики отзывы приглашайте ваших друзей и до скорой встречи спасибо огромное нашим замечательным экспертам вы сделали очень важное служение сегодня спасибо вам большое спасибо